Наш телеканал продолжает приоткрывать завесу тайн тюрьмы городского типа под названием Наркологический реабилитационный центр. Что на этот раз смотрите сами и делайте для себя выводы. Правда об алкоголе и веществах, изменяющих сознание, давно известна, но она так и не стала государственной политикой трезвости. Алкоголь по-прежнему один из самых доступных товаров, продающихся вместе с молоком и хлебом. Нужно делать свое дело, любить свою жизнь, которую тебе подарил Бог, твои родители, и жить достойно, стараться дорожить этой жизнью, потому что у нас хватает других факторов, которые поводно влияют на человеческую жизнь. Родителям хочется пожелать, чтобы побольше внимания своим детям, любви, ласки, чтобы они этого не искали где-то на стороне, в окружении уличных знакомых, попадали под влияние других отрицательных каких-то факторов. Люди бросают пить только тогда, когда уже оказались на грани и испугались смерти. Трезвость же начинается с детства, когда бутылке, табачному смраду и ругани родителей нет места в детской жизни. Или еще бывает так, когда поведение близких людей подчинено жизни и действиям другого зависимого. Называется это страшным словом – созависимость. Родственников гораздо сложнее лечить, то есть созависимого человека лечить гораздо тяжелее, потому что если зависимого мы вылечим, он осознает это все, то он приходит, возвращается в эту среду, то есть к себе домой. А там его мама, которая изначально давала ему деньги, которая стимулировала его, леяла, холила, лелеяла. То есть она всячески способствовала тому, чтобы ее человек, сын, он, допустим, не боролся с этим, а наоборот поощряла его какие-то действия. Хотелось бы, чтобы у нас институт семьи, чтобы он существовал, беречь семью, беречь своих детей, быть достойными родителями, а детям быть достойными детьми своих достойных родителей. Наш герой-алкоголик с пятилетним стажем, не стесняясь, рассказал свою историю. В наркологическом центре он находится уже три месяца из положенных шести. Но оговоримся, что пациент обосновался в принудительном отделении, где находятся люди, не признающие себя больными. Я не думал никогда, что я так тяжело буду переносить распад моей семьи. И надо было еще трудиться. Со мной сын остался. Дочь маленькая была, дочь с мамой ушла. А сын уже был довольно так, ну, 13-14 лет. И он остался со мной. Надо было его кормить, работать, деньги зарабатывать. Я когда приезжал домой и почувствовал, что энергии нет никакой, начал немножко выпивать. А потом побольше, побольше. Хотел забыться, как это говорят, уйти от проблемы. Я даже в Афганистан ездил в 2007 году. Думал, это поможет. Сначала это доставляет удовольствие, потом это становится в тягость. Потом заканчиваются деньги, потом начинаются из-за этого проблемы с законом, потому что приходится воровать и так далее. И, соответственно, по-любому все дороги, либо у нас, либо в тюрьме. И вот поэтому на будущее этим людям, прежде чем что-то начинать, нужно очень хорошо подумать, стоит ли оно того. Конечно, это не означает, что кто-то прекратит это делать, если уже делает. Но, возможно, просто задумается тот, кто когда-то хоть чуть-чуть об этом начинал думать. Мы много раз слышим о том, что пьянство вроде бы как отступило, стало культурным или уже совсем не в моде. Оно, мол, ушло с улицы. Да, оно ушло в психушки, в морги, в реабилитационные центры и в семейное горе. По улицам не ползают и не валяются пьяные. Да и с благоустройством города стало получше. Но с благоустройством души – хуже. Человек со временем меняется, и мысли меняются. Я вообще пытался, думаю, если я выйду отсюда, я в первую очередь пойду на телевидение. Молодым людям, конечно, чтобы они занимались чем-то, а не хвастались, какое пиво лучше, какой-то спиртной напиток лучше. Дело. Екатерина Евдокимова, Бекбалат Алимкулов, Headliner.